Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. 100 миллионов дополнительно правительство области направит дополнительный бюджет на благоустройство дворовых территорий. Сводка происшествий, больше 30 аварий и несколько травм. В День ремесленника наша съемочная группа пообщалась с рязанским резчиком по дереву. Негатив рязанцев нужно превращать в позитивное настроение. А сделать это мы сможем только путем активной работы, заявил Николай Любимов, комментируя свое собственное заявление в итоговом отчете. Напомню, 100 миллионов рублей дополнительно направят на благоустройство дворовых территорий Рязани региональной власти. И решать, где и что возводить, теперь будут только через диалог. Анонсированные ранее 100 миллионов на дворы – это не попытка сразу решить все проблемы деньгами. Диалог с рязанцами теперь первичен. Опрос, как считает губернатор, нужно проводить до голосования на федеральных площадках. Причем при выборе территории важен комплексный подход. Не хочется говорить об успехах, если, допустим, мы к этой общественной территории, которая сделана уже или будет сделана в ближайшее время, достойно сделана, проехать трудно, дороги плохие, пройти трудно, тротуары плохие. Поэтому тут работы еще полно. И негатив этот нужно снимать, обращая его в позитивное настроение граждан. А оно может возникнуть только путем нашей активной работы по всем направлениям благоустройства городских территорий. Весна – время обновления общественных территорий в том числе. Призыв губернатора – максимальное ускорение. Административно Николай Любимов в этом направлении сделал шаг первым. Количество ремонтных бригад, латающих городские дороги, уже возросло в несколько раз. Для сравнения, до ускорения чинили 100 квадратных метров. Первые успехи сейчас – уже 3000. Режим ручного управления, хоть не самый популярный, но всегда действенный. Нам как можно быстрее надо вот это недовольство людей справедливо снять и приступать уже в самое ближайшее время, с началом такого полноценного стройсезона, к полноценному, опять же, ремонту дорог, комплексному ремонту дорог. Надеюсь, что в этой работе у нас в этом году, в данном, в 21-м, будет намного больше успехов и понимания со стороны людей, нежели в предыдущее время. Тогда нам, собственно говоря, ни перед кем ни за что краснеть не придется. Консолидация власти и общества – залог успеха. Мы должны советоваться и разговаривать. И уж точно этого диалога не бояться, заявил Николай Любимов. Кажется, ни один из рязанских губернаторов еще не был настолько открытым. Максим Васильев, телекомпания «Город». Алексея Пустовалова назначили исполняющим обязанности замглавы мэрии Рязани. Об этом на странице ВКонтакте сообщила глава городадминистрации Елена Сорокина. Она отметила, что Гордума в голосовании к единому решению так и не пришла. Голоса за Пустовалова разделились почти поровну. 20 депутатов поддержали назначение, двое проголосовали против и 18 воздержались. Елена Сорокина написала, цитата, «Звучало мнение о скоропалительном подходе к вынесению вопроса на Думу. С большим уважением отношусь ко всем депутатам и их мнению. Депутатский корпус вносит огромный вклад в местное самоуправление, жизнь города. Отчасти соглашусь, что мы поторопились. У Алексея Николаевича не было возможности проявить себя в конкретных делах». Конец цитаты. Глава городадминистрации также отметила, что аппарат администрации остро нуждается в руководителе. Мэр отметила, что на время возможных командировок обязанности главы администрации города будут исполнять более опытные заместители. Даже при соблюдении правил дорожного движения автомобилисты не застрахованы от различного рода аварий. Причины их возникновения различные. Только за сутки в регионе произошло более трех десятков ДТП. Некоторые из них привели к травмам. Анна Герцовская продолжит. Аварии на дорогах чаще всего происходят совершенно неожиданно. Иногда в них могут быть задействованы те автомобилисты и пассажиры, которые этого не предвидят. После этого некоторые люди меняют свои планы и оказываются в руках у врачей. Именно так произошло в региональном центре. 29 марта примерно в 15.50 в городе Рязани, вблизи дома номер 16 по улице Циолковского, Рязанец, управляя автомобилем Toyota Corolla, по предварительной информации, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Kia Ria. После чего данный автомобиль по инерции продолжил движение и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz. В результате происшествия водители автомобилей Toyota и Kia получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Это стало единственным ДТП за прошедшие сутки, в котором люди получили травмы. За этот же период в области произошло еще 35 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Однако не только обычные автомобилисты попали в неприятные ситуации. Кроме того, на территории региона выявлено 31 нарушение правил дорожного движения пешеходами, 17 нарушений, совершенных водителями автобусов, выдано 14 предписаний на устранение недостатков в содержании уличной дорожной сети. Пресечено 10 нарушений правил перевозки детей. Всего за сутки в Рязанской области инспекторами выявлено 6478 нарушений правил дорожного движения. Стоит сказать, что под градусом автомобилисты разъезжают не только по выходным. За сутки установлено 5 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Будьте внимательны на дорогах. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Прокуратура Путятинского района провела проверку исполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха на территории района. Ведомство установило, что у хозяйствующих субъектов имеются все необходимые разрешения, а требования документов исполняются. При этом проверка установила, что в МКП ЖКХ Путятинское проект предельно допустимых выбросов не разработан. Режим санитарно-защитной зоны не установлен. Отсутствует программа производственного контроля за состоянием атмосферного воздуха. Не назначены ответственные лица по контролю за исполнением природоохранных мероприятий. Также данным предприятий, а также ООО «Конкорд» не проводились лабораторные исследования с состоянием атмосферного воздуха на границах расчетно-санитарно-защитной зоны за 2020 и текущий период 2021 года. По результатам проведенной проверки в адрес руководителя внесены представления, которые находятся в стадии рассмотрения. Кроме того, в отношении должностного лица ООО «Конкорд» возбуждено производство административного правонарушения по части 1 ст. 6.3 Кодекса административных правонарушений, которая рассмотрена виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. Сотрудники Росгвардии в ходе операции под кодовым названием «Контроль» проверили частных охранников на 63 объектов топливо-энергетического комплекса и торговли. В основном на предмет документа оборота. Нарушений хватает, у некоторых даже не было удостоверения. Охранники ЧОПов не самая публичная профессия. Население к ним сегодня относится скорее настороженно. Конечно, если они геройствуют, как при пожаре в М5МОЛ, вопросов не возникает. Но это же бывает редко. Стереотип частного охранника – это всевозможные досмотры и запреты. Но в этот раз все было наоборот. Это у них проверяли документы, это с ними вели профилактические беседы. 63 объекта, почти половина из них с нарушениями. Типичными нарушениями явилось отсутствие акта прохождения периодической проверки у частных охранников на объекте охраны. Либо отсутствие удостоверения частного охранника. Должностные лица были привлечены за то, что выставляли таких частных охранников на объект охраны без соответствующих документов. Наказали нерадивых ЧОПовцев жестковато, но по букве закона. Полицейские составили 27 административных протоколов. Досталось и начальству со штрафами трое. Всем остальным – нравоучительный ликбез и дополнительный инструктаж на будущее. Максим Васильев, телекомпания «Город». В 2021 году в Рязанской области планируют открыть два центра амбулаторной онкологической помощи в Касимовском и Сасовском районах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. В центр амбулаторной онкологической помощи будут направлять пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, а также больных с установленным диагнозом по направлению лечащего врача. На сегодняшний день проводятся все необходимые приготовления. Одно из них – оснащение медицинским оборудованием и подготовка помещения. Большая работа идет и в части подготовки кадров. Специалисты центров амбулаторной онкологической помощи ведут прием пациентов с подозрением на злокачественные новообразования. Проводят лечение больных с онкологическими заболеваниями, в том числе противоопухолевую лекарственную терапию. Сообщается, что открытие центров сделает доступнее онкопомощь для населения отдаленных районов и повысит выявляемость на ранних стадиях. 30 марта в России отмечается День ремесленника. Гончарное дело, вязание, плетение, резьба по дереву – все эти увлечения помогают познать традиции наших предков. В День ремесленника наша съемочная группа пообщалась с рязанским резчиком по дереву Александром Зиминым. В небольшом музее на Новослободской десятки необычных экспонатов. Резные маски и шаржи по-своему интересны и эстетичны. Здесь можно увидеть портреты президента Владимира Путина, кинорежиссера Никиты Михалкова, журналиста Владислава Листьева, актриса Людмила Гурченко и многих других известных людей. Мастер Александр Зимин создал за свою жизнь более тысячи масок. Был у меня такой, будем говорить, фрагмент дерева, такой, знаете, хорда и пал-овал. Прикинул, посмотрел, думаю, мама дорогая, мне нравится этот ветер перемен России. – Куда дует? – Куда дует? К светлому будущему. А куда же еще? Ну, короче говоря, это очень интересно. Александр Зимин 40 лет посвятил своему любимому делу – резьбе по дереву. Его буквально захватило увлечение. Своим хобби он может заниматься где угодно – и в транспорте, и на прогулке, и даже во время похода за грибами. Он часто берет с собой чурбан, пару резцов и зря времени не теряет. – Все происходит случайно, понимаете? То есть вот действительно там одно время отдыхал, там было дело на пре, были когда-нибудь там на пре. Ну, там, конечно, очень вот такие вот, как не пластика, там я набирал интересные вещи, корешки. Это очень интересно, когда что-то малейшее движение, прикоснешься там к этой корешке, и уже что-то видно. Вот типа вот, видите, смотрите, допустим, мужичок этот стоит уже готовый, там только лишь голову надел, луковичку. Выставка музея резьбы по дереву работает на Новослободской, 20 двери открыты всем желающим. Ценителей, которые заинтересуются резьбой по дереву, мастер Александр Зимин готов обучать бесплатно. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин